здравствуйте друзья сегодня я к вам с новой бутылочкой декорировала папье-маше получилось вот такая вот занятная мордашка рецепт папье-маше у меня уже есть видео я оставлю в описании ссылочку еще рецепты папье-маше там я добавила не просто у меня бумага и клей пва добавила я еще крахмал муку и гипс то есть масса получилась очень крепкая безусадочная то есть если раньше я просто папье-маше делала классическая все равно дает усадку при высыхании процентов на 15 а здесь размеры остались все такие как я лепила я лепила чуть-чуть побольше думала что все-таки высохнет усядет но не усела то есть что очень порадовало и такая довольно прочная бутылочку мы как всегда обезжириваем вот и оклеиваю салфетками на клей пва полностью бутылку оклеиваем вот я делаю границы как бы на затылке край волос границу волос и вот здесь вот с лица если можно так сказать подбородок и челюсть и наношу первый слой как бы основание где-то 0507 сантиметра толщиной и до горлышко наношу обязательно смазываем пва и накладу накладываем нашу массу такие бутылочки делают из керамики очень красиво получается но с керамикой как бы у меня нету условий работать с керамикой поэтому бутылочку такую мне очень хотелось сделать вот я решила попробовать из папье-маше делала первый раз то есть и лицо первый раз лепила вот этот слой у меня сох сутки то есть я его трогала он все равно внутри как бы вверх высох а внутри чувствовалось что продавливается масса видите сохнет не быстро не как например самозатвердевающая масса ту я всегда прикрываю потому что она быстро схватывается а здесь видите я даже и мешок-то не прикрываю и можно спокойно работать даже если что-то не получилось вылепить можно это снять и заново начать вот я наметила центр и две равные части это будет подбородок и губы вторая часть вот это нос ну и все что осталось лоб волосы также смазываем пыва и накладываем вот нос наложила я не лепим здесь у меня кадры пропали но скорее всего обрезала не заметила видео получилось вообще как бы у меня материала на три часа было с лишним но это очень очень по времени долго поэтому и что могла я обрезала так оставила чтобы более понятно было ускорила то есть нос вот видите сейчас у меня по прямой но я немножко добавила пипку кончик носа удлинила лопаточки это я купила кулинарные лопаточки по моему для мастики ну пользовалась практически вот одной она прям такая удобная как бы такая округленная лопаточка и остренький конец тоже скругленный другой можно массу приглаживать сверху но особо я не приглаживала потому что как бы кожа тоже ведь у нас не совсем гладкая вот у меня нос подсох теперь делаю губы и вот у меня в рецепте да вот этого папье-маше как раз такие пропорции что мне вот хватило на эту бутылку еще даже чуть-чуть осталось и работала спокойно неделю целую хранилась вот просто в пакете на столе даже не в холодильнике и свойства их вообще не потеряла то есть какая была такая и осталась не липкая она хорошая такая мне очень понравилось теперь челюсти делаем просто колбаску накладываем и лопаточкой все краешки как бы прижимаем к основному основанию и немножечко как бы растягиваем разглаживаем чтобы во первых границы не было видно и чтобы все это у нас закрепилось хорошо здесь потом все равно еще мы будем докладывать чтобы как бы более плавные были переходы то есть вот этот вот основной слой первый да он у нас полностью залепится на подбородке делаю ямочку а Продолжение следует... Теперь делаем глазки. Купила вот кабошоны, по-моему, они называются. Делаю черненький зрачок и как бы прожилочки черненькие. А потом закрасила все синей краской. Получились синие такие глазки. Продолжение следует... Зрачки я приклеила просто на ПВА. И глаза у меня получились такие, видите, выпученные. Ну, как бы я так и задумывала. У меня будет штопор в пробке. И то есть мужику вкрутили в голову пробку, ой, в пробку штопор. Естественно, какие у него будут глаза. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На нижнем веке рисуем лопаточкой морщинки. Делаем углубление. Продолжение следует... 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 Вот у меня все высохло, это вот я на следующий день приступила. Теперь носогубные складки делаем. Продолжение следует... Вот я сделала, оставляю сохнуть. И как бы здесь еще позволяет, видите, сделать подносом тоже ямочку. Небольшой слой раскладываем. Продолжение следует... Делаю уши. Делаю уши. Ну, я думаю, как бы принцип-то работы ясен. И тут у каждого свой вкус, каждый может лепить то, что ему хочется. Любую мордашку. Любой формы уши. Можно сделать что-то сказочное, каких-нибудь персонажей сказочных. Чёрта можно... убирать. Быть. Удачи. Помогите, как правило... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Зубы просто положила слой небольшой. Также лопаточкой просто делаю углубление и все. Потом выпуклые зубки я закрашу белым. Полностью закрашу белым, а потом уже пройдусь вот про этим вот... Коричневой краской. Ой, извините, я прям так сильно спать хочу. Так поздно уже. Поэтому уже плохо даже соображаю. Видите, просто делаю углубление. Продолжение следует... 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 Вот это волосы. И забыла сказать, бутылку лучше подбирать высокую. Ну, чтобы влезло лицо все. Потому что первую я хотела делать, такую как бочонка. Вот, а посмотрела, подумала, подумала, почертила. Думаю, не получится. А вот на высокой, видите, потому что и нос, и рот, и глаза, все такое лучше вытянутую бутылочку. А по форме, в принципе, ну, не квадратную, конечно, круглую. Теперь, вот, когда у меня все высохло, я на раз покрываю всю лепку клеем ПВА. И горлышко еще немножко на один слой салфетками оклеила. Вот в пробку я вкрутила штопор и тоже оклеиваю все салфетками, ну, кроме металлической части. Так. 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 Все готово. Вот приступаю к окрашиванию. Сначала закрашиваю белой акриловой краской белки и зубы. Вот. Все готовы. Все окрашиваю акриловой краской. У меня цвет такой, конечно, получился. Хотела что-то бежевое. Попробовала, мне не понравилось. Решила сделать потемнее. Это не темно-коричневый, такой, как бы можно сказать, светло-коричневый. Все полностью окрашиваю. И лицо, и волосы. Теперь, вот видите, на белке я нанесла немножечко, прям такую штрихами красную краску, ну, чтобы сделать, как бы, кровеносные такие прожилки там, венки. Вот. И сверху покрываю, когда у меня красная краска высохла, сверху покрываю белым слоем таким тонким. Теперь выделяем наши все морщинки. То есть, видите, я их подкрасила теперь темно-коричневым. Все углубления получаются темно-коричневым цветом. Сверху сглаживаю опять вот нашим первым цветом, светло-коричневым. Сверху сглаживаю. В общем-то, в светло-коричневый, видите, я добавляю черный цвет. Все это смешивается, и получается такой нормальный темный тон, темно-коричневый. Где-то на три тона, наверное, темнее лучше сделать, чтобы больше выделялось. А теперь смотрите. Делаем теперь еще светлее первого тона, на три тона где-то светлее делаем. И этой светленькой краской выделяем теперь, получается, опять же, морщины, но только сверху, губочкой. По краям век, нос по центру, носогубные морщинки, губы, то есть, челюсть. Все это выделяем светлым. Вот высохло у меня. Теперь также губочкой сверху окрашиваю волосы, черной краской, брови и волосы. А всю оставшуюся бутылку, горлышко, пробку со штопором и низ бутылки я все окрашиваю черным акрилом. Лаком я бутылку покрывать не стала, но можете покрыть матовым только лаком, потому что блеск тут вообще не нужен. У меня только глянцевый лак, поэтому я вообще оставила без лака. Ну вот, видите, все готово. Спасибо вам большое за просмотр, за ваши хорошие комментарии. Пишите, если что непонятно, всегда отвечу. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. Продолжение следует...